Жители поселка Чкалово Бухаржираусского района просят присоединить административно их поселок Тимиртал. До города всего полтора километра, но за госуслугами или в больницу им приходится ехать в райцентр Ботокару за 90 километров. Людмила Батюшкина продолжит. Давай тебе доверие поверим. Валентине Плотниковой 81, ее супругу 83. Здоровье уже не то. В поселке нет даже медпункта. Его закрыли после того, как медсестра ушла на пенсию. Их прикрепили к частной поликлинике в Тимирталу, но к узким специалистам нужно ехать в райцентр. А это 90 километров в один конец. Из поселка туда нет даже автобуса, только проходящие. У деда моего грыжа. И вот мы его в больницу возили, они там его не приняли, сказали, не подлежит. А как приступ, уже даже я с вами безбаривающий даю ему. Плохо насчет этого. Нету медсестры. Так пошел, укол прошла бы сделать. А хирургу ездили, сказали, если довезете до больницы, значит, а так будешь по дороге умереть. Чкалово – это отделение Самаркандского сельского округа. До него 14 километров. Там есть фельдшерский пункт и машина скорой помощи, но в непогоду или заносы она добраться не может. Из Тимиртау неотложка тоже приезжает не всегда. Жители просят присоединить поселок к Тимиртау, до которого всего полтора километра. В Акимате сельского округа говорят, что этот вопрос поднимали давно. Но против оказалась часть самих жителей Чкалова. На селе тоже у нас есть льготы, квоты, кредитование тот же государственной программы. Допустим, сейчас у Ламанат идет кредитование на приобретение КРС, допустим, приобретение лошадей, на приобретение, допустим, расширение магазинов, допустим. В таком плане сельские льготы есть. Около 40-50 человек по селу, которые необходимы. Врачей, которые тоже не хватает. Мы их, конечно, с этой программой у нас есть, программа республиканская, это вы знаете сами, дипломы в село. Люди не идут. Почему? Потому что в селах там жить молодежь не хочет. По словам чиновников, в Управлении здравоохранения области они писали письма еще три года назад. Просили направлять скорую помощь в Чкалово из Тимиртау. Медики обещали, но жалобы продолжаются. Обещают в поселке восстановить заброшенное здание врачебной амбулатории. Но и это не раньше следующего года. Но найдутся ли желающие в ней работать, власти гарантировать не могут. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорумбюро, Карагандинская область.